Вот тема моего доклада «Визуальная метафора средневекового социума на русских иконах, а тебе радуется конца 15-го, начала 16-го века». Почти полное отсутствие светских изображений в русской средневековой культуре до создания миниатюр лицевого летописного свода Ивана Грозного не означает, что политическая и социальная реальность той эпохи, а также социальные и политические идеи не воплощались в визуальных образах. Это в свое время прекрасно показал Владимир Александрович Плугин в своей работе, посвященной мировоззрению Андрея Рублева. Вот ситуация осложнялась в русской культуре тем, что большинство изображений воспроизводило канонические византийские образцы. Но к концу 15-го века как раз вот эта ситуация изменилась. После гибели Византии и превращения Московской Руси в крупнейшее православное государство появилась возможность создавать собственные иконографические сюжеты даже в таком консервативном виде искусства, как иконопись. Эти сюжеты создавались на основе актуальных идей, которые волновали людей того времени. И к числу таковых относится иконография «А тебе радуется». Это была одна из первых русских икон с многолюдной композицией. Еще в 1930-е годы Андрей Николаевич Грабар показал, что иконография «А тебе радуется» принадлежит как раз к числу первых иконографических программ, имевших именно русское, не византийское происхождение. Более того, эта иконография была подхвачена в поствизантийском мире и распространилась на Балканах и в Румынии, на этих территориях. Что важно здесь еще сказать в методологическом плане? Здесь важно понять, как работать с этой иконографией, чтобы возможно было использовать ее как исторический источник. Вот есть подход, о котором я уже говорила, это подход Владимира Александровича Плугина. Он шел от текста к изображению. К сожалению, этот подход уже продемонстрировал некую свою уязвимость, поскольку Плугин говорил о работах Андрея Рублева, ориентируясь на те провинансы этих произведений, которые существовали в его время, в 1970-е годы. Но сейчас реставраторы Третьяковской галереи достаточно убедительно нам показали, что произведения, которые раньше атрибутировались Андрею Рублеву, на самом деле не являются его работами. Более того, выполнены разными мастерами, некоторые из которых вообще являются, видимо, приезжими из Византии. Поэтому, вероятно, более продуктивным является подход, который в свое время продемонстрировал в своих работах Эрнст Гомбрих, когда он говорит о том, что прежде чем интерпретировать изображение, нужно его как следует рассмотреть. А уже потом насыщать его какими-то своими идеями и текстами этого времени, искать какие-то параллели в литературе этого времени. Иначе мы можем попасть в эту ловушку ложных интерпретаций и вчитать в это изображение то, чего там не было. Ну, вот по тому же пути, мне кажется, идет и Карло Гинсбург, когда он работает с работами с произведениями Пьера Дала Франческо. Сначала рассматривает изображение, потом уже ищет тексты, которые могли бы это изображение как-то нам помочь интерпретировать. Вот, к сожалению, рамки доклада не позволяют как раз перейти к этой работе с текстами, но я надеюсь, что в тексте статьи я уже смогу вот это вот дополнить. А пока мы пойдем по изображению, по рассматриванию изображений. Вот это одна из самых известных икон «А тебе радуется» круга Дионисия, начало XVI века. Она происходит из Успенского собора города Дмитрово, в настоящее время находится в Государственной Третьяковской галереи. Происхождение и символическое содержание иконография «А тебе радуется» неоднократно становилась предметом исследований историков искусства. Об этом были даже организованы специальные выставки, посвященные этой иконографии, где она была рассмотрена в исторической перспективе, в развитии этой иконографии. Но при этом многие детали этой иконографической композиции, скрытые в них метафорические смыслы и значения, не получили пока исчерпывающие характеристики. В частности, искусствоведы не больше внимания обращали на верхнюю часть, где изображен горний мир. Здесь довольно много интерпретаций. А вот эта нижняя половина этой работы, где изображена большая группа персонажей, так называемый человеческий род, под которым подразумевается собор всех святых по чинам, она как-то осталась практически вне поля зрения специалистов. При внимательном рассмотрении при этом нетрудно обнаружить, что на раннем этапе существования иконография тебе радуется, эта группа довольно сложно организована, что, вероятно, было обусловлено какими-то особенностями идейной программы изображения. В настоящем докладе мы попытаемся как-то подойти к реконструкции вот этой идейной программы. Хронологически я ограничиваю свой доклад несколькими иконами конца 15-го, начала 16-го века, которые были связаны с московской иконописной школой. Потому что именно вот для этих вещей была характерна такая вот подробная дифференциация вот этой группы человеческий род, изображенный в нижней части композиции. В современных химиконах, тоже конца 15-го, начале, начало 16-го века, происходящих из Новгорода и Пскова, все это решается гораздо более обобщенно. Там вот этой дифференциации нет. А далее и в московской школе, и в других школах иконописания это тоже уходит. Вот эта композиция становится такой обобщенной, обезличенной, в общем, там говорить уже практически не о чем. А вот в этом узком хронологическом коридоре конца 15-го, начала 16-го века мы видим вот такую интересную картину. В основе доклада моего лежит анализ трех произведений. Это икона из Успенского собора Московского Кремля, которая сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее. Это икона из Дмитрова, которую я уже показывала, тоже Государственная Третьяковская галерея. И икона конца 15-го века из Кирилла Белозерского монастыря, которая хранится в Кирилла Белозерском музее-заповеднике. В основе сюжета этой иконографической композиции лежит текст Богородичной молитвы из Актоеха, авторство которой приписывает Циану Дамаскину. Каждый микросюжет композиции соответствует определенной фразе или образу текста. В центре мы видим тронный образ Богородицы с благословляющим младенцем. Он иллюстрирует текст «Ложай с набор твоя, престол сотвори». Фоном ему служит храм, освященная церковь из молитвы, и райский сад, раю словесный из молитвы. Богоматерь окружена ангелами, это архангельский собор, а ниже изображен тот самый человеческий род, о котором пойдет речь дальше. Все вместе ангелы, люди, райские растения и птицы составляют всякую тварь, которая радуется Богородице и славит ее. Это тоже всякая тварь, это тоже цитата из молитвы. Исследователи этой иконографии подчеркивают, что в ней отчетливо прослеживается тема рая и грядущего блаженства праведных. Это как нельзя лучше соответствовало общей атмосфере времени, ожидания конца света, который пророчили на 1492 год. И полемики вокруг этого события с еретиками, в частности с жидовствующими на соборах начала 16 века. Сам сюжет о тебе радуется связан с идеями не только большой, но и малой эсхатологии. Молитва Иоанна Дамаскина использовалась в литургии Василия Великого, принятой в русском богослужении. При этом на Руси, в отличие от Византии, текст молитвы исполнялся целиком, а не только его начальной эстрофы. Я не буду его приводить за недостатком времени. Во время пения молитвы священник произносил свои молитвы, тихие молитвы в алтаре, за живых и умерших. Поэтому, вероятно, правы те исследователи, которые усматривают образцы иконографии «Тебе радуется», в композициях «Страшный суд» и «Покров Богородицы». Иконы этого же времени создавались в ту же эпоху, что и рассматриваемая нами композиция, справа «Страшный суд», слева «Покров Богородицы». Они были также связаны с идеей покровительства Богородицы всем праведникам и также являют собой примеры редких для искусства византийского мира, условно говоря, многолюдных изображений. Здесь тоже представлено много персонажей, причем не все из них ангелы, ангельские чины. Здесь представлены и люди, но обратим внимание, что они с нимбами, то есть здесь представлены именно святые. Возможно, появление оригинальной иконографии, вернемся назад, было связано с процессом формирования концепции династической монархии в централизованном государстве московских рюриковичей. Самый ранний из дошедших до нас икона «Тебе радуется» вероятно является образ Успенского собора Московского Кремля. Полагают, что, скорее всего, он был создан одновременно с другими иконами местного ряда иконостаса в 1480-е годы для нового здания храма, спроектированного для Ивана III итальянским зодчим Аристотелем Фиаравантием. По образцу Успенского собора во Владимире. Кремлевский Успенский собор мыслился как главный храм русского государства, правители которого наследовали свою власть от Владимира Суздальских великих князей. В нем в то время уже хранилась и основная святыня Руси, Владимирская икона Богородицы, которая была окончательно перевезена во время нашествия Тамерлана из древней столицы Северо-Восточной Руси в Москву. Иконографическая традиция, прослеженная искусствоведами на примере икон Покрова Богородицы, не исключала возможности введения в композицию произведения иконописи, изображения архитектурных форм не абстрактного, а конкретного храма. Покров Богородицы был распространен в Византии, поэтому там часто встречались изображения в Лохернской церкви или Софии Константинопольской. Ливон Возгенович Нерсисян предполагает, что судя по некоторым архитектурным деталям, визуальным образцом для пятигралового храма, символизирующего священную церковь, в иконе «О тебе радуется» мог быть Успенский собор Московского Кремля. Конечно, речь идет в первую очередь как раз о ранних иконах Московской школы. Так как на современных новгородских иконах, мы видим здесь сопоставление иконы Московской школы из Кирилла Белозерского монастыря и иконы из Новгорода, которая хранится в Новгородском музее-заповеднике, это иконы одного времени конца XV века. Вот на памятниках новгородской иконописи изображения храмов немножко другие. Здесь отличаются формы архитектурные. И это явно уже не Успенский собор Московского Кремля, а какая-то другая церковь. Возможно, здесь имеется в виду Софийский собор Новгорода. И тоже существует такая историческая привязка к определенному храму, к определенному городу. Эта особенность иконографии вносит в московские варианты «Тебе радуется» оттенок историзма и позволяет соотнести символический образ величания Богородицы всеми существами тварного мира с современной для человека той эпохи реальности. Реальностью. После падения Константинополя и окончательного завоевания османами остатков Бизантии, именно столица Московской Руси стала мыслиться центром всего православного мира – Новым Иерусалимом и Третьим Римом. И поэтому ее главный храм мог символизировать небесную освященную церковь, находящуюся в райском саду. Соответственно, в образе человеческого рода иконописцы могли позволить себе представить в первую очередь московский социум конца 15-го, начала 16-го века в том виде, как он сложился и дифференцировался к тому времени. Конечно, это изображение должно было, как и все остальные микросюжеты и композиции, а тебе радуются, соответствовать основной религиозной идее песнопения Иоанна Дамаскина. Кроме того, как отмечает большая часть исследователей, порядок представлений чинов святых на ранних иконах соответствовал еще и их поминанию на Проскомидии. Про отцы, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, святые жены. Их изображения выстраивались группами с соблюдением иерархии. При этом в самом песнопении состав и численность персонажей детально не прописаны, что оставляло относительную свободу воображению составителям иконографии и художникам, которые работали с этим сюжетом. Несмотря на то, что все ранние иконы о тебе радуются, скорее всего, ориентировались на образ из Успенского собора Московского Кремля, служившей им образцом, в изображениях на них человеческого рода существуют некоторые различия, на самые существенные из которых мы обратим внимание. Вот выведем как раз эти части икон, где представлен человеческий род. На всех иконах сон праведников возглавляет Иоанн Дамаскин. Вот здесь он изображен с текстом в руках. У него в руках как раз развернутый свиток, на котором написан текст его молитвы Богородицы. Эта фигура связывает два мира – горний и дольний. На иконах из Успенского собора Московского Кремля и Успенского собора в Дмитрове слева и позади Дамаскина изображена группа праотцев. Прошу прощения, кто-то дверь стучит. Прошу прощения, тут возник нюанс. Итак, изображены группы праотцев. Позади Иоанна Дамаскина. Слева группа праотцев возглавляет Иоанн Креститель, а справа изображены праведные жены. На иконе из Кирилла Белозерского монастыря обе группы состоят из праведных жен. А изображение Иоанна Крестителя здесь отсутствует. Нужно отметить, что на ранних иконах персонажи не имеют подписей, поэтому точно можно идентифицировать лишь некоторые из них по иконографическим признакам и на основании надписей на более поздних произведениях иконописи на этот сюжет. В левой части изображения человеческого рода на всех иконах группу пророков возглавляет первосвященник Захария. Вот такое у него красное одеяние, часть вот этого. Это как раз первосвященник Захария. В правой части группой апостолов предводительствует апостол Петр. В желтом гемате он здесь тоже очень хорошо выделяется. Оба эти персонажа, вероятно, связаны с идеей райских врат, которые открываются перед стоящими за их спинами праведников. Львон Возгинович Невсисян также обратил внимание, что в пророческом чине сочетаются изображения ветхозаветных первосвященников и царей. На иконах из Московского Кремля и Кирилла Белозерского монастыря позади двух первосвященников стоят пророк Даниил, вот здесь он изображен, и царь Давид. Царь Давид у нас хорошо определяется, это фигура в короне. На иконе из Дмитрова вместо Даниила занимает царь Соломон. Здесь две фигуры в коронах. На фреске того же времени из Ферапонтового монастыря представлен только один первосвященник, уже известный нам Захария, и царь Давид. Вероятно, Нерсисян недалек от истины в своем предположении, что такое сочетание фигур первосвященников и царей могло отражать идеи сакральной преемственности, священства и царства, игравшие большую роль в русской культуре конца XV века. Добавим, что их изображение на одной стороне композиции могло также иллюстрировать концепцию симфонии светской духовной власти, заимствованную из Византии, и всячески поддерживаемую и развиваемую централизованным русском государстве Ивана Третьего и его наследника. Если же рассматривать всю композицию человеческий род в целом, то очевидно на основании явных различий в одеяниях, что ее левая часть состоит преимущественно из представителей священноначалия, монахов и аскетов, а правая – из праведных мирян, что соответствует дифференциации средневекового общества на клир и мир. По отношению к Богородице, духовенству и цари стоят одесную, то есть с точки зрения не нашей, а Богородицы, они справа от нее. А миряния шуеве, то есть внутри иконного пространства иерархические акценты оставлены в соответствии с иконографической и социокультурной традицией. Рассмотрим обе группы по отдельности. В левой группе выделяются характерные для русского религиозного ландшафта того времени фигуры юродивых. Вот они слева здесь стоят, культы которых расцвели в правлении государей из династии Рюриковичей. Юродивые хоть изображены у самого края иконы, но при этом выдвинутые в первый ряд. Среди епископата, стоящего позади пророков, обращают на себя внимание метрополиты в белых клобуках. Вот здесь вот они, на всех иконах. Три метрополита на иконах из Московского Кремля и по два метрополита в белых клобуках на иконах из Успенского собора в Дмитрове и Успенского собора Кирилл Белозерского монастыря. В русской культуре конца 15-16 века белый клобук был одним из символов передачи духовной власти из Рима в Константинополь, оттуда на руль через Новгород. В иконописи этого времени в белых клобуках изображали митрополитов Петра и Алексея, с которыми связывались становления московской митрополии. Вот третьим персонажем в белом клобуке, по моему предположению, на иконе из московского Кремля может быть Леонтий Ростовский, почитание которого в это время было распространено при Московском Великокняжском дворе, что блестяще показал в своей статье Александр Гаврилович Мельников. Мирская часть общества, находящаяся справа, за спинами апостолов в греческих одеждах, также представлена несколькими группами. Впереди стоят юноши в богатых одеждах византийского и древнерусского типа. Вероятно, они символизируют праведную знать. За ними расположено несколько женщин. На иконе из московского Кремля эту группу возглавляют 4 или 5 цариц. Из Кирилла Белозерского монастыря семь царственных женщин в венцах и одеяниях разного цвета. На иконе из Дмитрова царица только одна. Справа от нее изображена фигура женщины. Вот здесь любопытная фигура женщины. В головном уборе, напоминающем шапку и плат русской княгиня. В 15-м начале 16-го века женщины из московской великокняжеской семьи впервые стали играть заметную роль в политической и культурной жизни страны, что, возможно, нашло отражение в композиции сюжета «Человеческий род». За царицами стоят женщины, условно говоря, из более широкого социального слоя. Внутри себя эта последняя подгруппа совершенно не дифференцирована никакими атрибутами. Женщины изображены в условных одеяниях, в которых было принято писать святых и других персонажей женского пола на древнерусских иконах. Перед этой группой мы можем видеть фигурку мальчика в длинной или короткой рубашке. Где-то она белая, где-то она зеленая, цветная, может быть, которая символизирует невинные детские души, перед которыми открыта прямая дорога в рай. Важной особенностью композиции «Человеческий род» на ранних иконах «О тебе радуется» является то, что все фигуры, кроме Иоанна Крестителя и Иоанна Дамаскина, изображены без нимбов. Вот это вот такая характерная особенность. Это выводит на мысль о двойной функции изображения. С одной стороны, это сон праведников, которых принимает в раю Богородица. С другой – метафора современного иконописца средневекового московского общества, не все представители которого удостоены будут удостоены святости. Вероятно, эта двойственность на протяжении длительного времени смущала и светскую духовную власть. Пока наконец-то главный собор 1551 года не ответил утвердительно на царский вопрос, можно ли изображать на иконах не только святых, но и обычных людей. То есть можно. Но все-таки вот это опасение осталось. И несмотря на то, что данная иконография среди прочих многолюдных иконографий получила соборное одобрение, на иконах второй половины XVI века все составляющие человеческий род фигуры все же получают нимбы святых. Вот это характерный пример. Это икона из Каргополя. Находится сейчас в Каргопольском музее-заповеднике. Здесь все святые изображены в нимбах. И кроме того, здесь исчезают вот эти фигуры в белых клубуках, поскольку это тоже проблема, которая дискутировалась в русской публицистике. И этого времени можно ли изображать представителей русской иерархии в белых клубуках законно ли это. В XVII веке это будет запрещено, но уже во второй половине XVI века старались как-то не рисковать с этими изображениями. В XVII веке они вообще ушли. И изображение человеческого рода стало таким достаточно абстрактным, мало дифференцированным. Все примерно в одинаковых одеяниях, в одинаковых головных уборах. То есть вот эти различия, которые мы можем усмотреть в ранних иконах в конце XV-XVI века, они исчезли. На этом я остановлюсь. Благодарю всех за внимание. Спасибо огромное, Людмила Борисовна, за этот прекрасный визуальный ряд и ваш доклад. И я вижу, что у нас уже есть вопросы. И позвольте, я сначала зачитаю вопрос Ольги Валерьевны Тюмичевой из чата. Вопрос следующий. На каких соборах были споры с еретиками жидовствующими о конце света в 1492 году? Нет, я, видимо, Ольга Валерьевна просто не расслышала. Я говорила о начале XVI века. Просто как-то эти даты пошли одна за другой. В начале XVI века споров о конце света в 1492 году вообще уже не могло быть по определению. То есть тут получилось, что наложилось и собор, и вот это все, поэтому, конечно... Да, да, я просто поторопилась, извините. Наверное, поэтому вот в моей речи так не дифференцированно прозвучало. Спасибо. Теперь у нас есть вопрос от Павла Шавкатовича. Пожалуйста, Павел Шавкатович. Павел Шавкатович, включите, пожалуйста, микрофон. Вас не слышно. Вас не слышно. Простите, я забыл включить микрофон. Я хочу... У меня два вопроса, но маленьких. Так что успокойтесь, Светлана Игоревна. Много времени я не займу опять. Во-первых, мне интересует, что разделяет, собственно, вот эту композицию на две части. Древо или столб, или что-то третье. И что это вообще должно символизировать. Второй вопрос связан вот с группой, которая внизу. Особенно та, которая справа, которая как бы символизирует светскую часть праведных людей. Вот они выступают обычно в своей реальной ипостаси здесь, как, собственно, реальные люди. Или они здесь выступают в каком-то образе, образе какого-то святого. И в этом случае тогда возникает дополнительный вопрос. Какова иконографическая вообще схема, легенда и традиция изображения нижней части этой иконы? Какого рода святые, каков состав этих святых и преподобных людей должен был присутствовать? Понятен вопрос, да? Да, да, спасибо. Я тоже не стала развивать эту мысль, потому что за недостатком времени разделяют их, скорее всего, вот то, что между ними, да, это, вероятно, символизирует распахнутые царские врата. Которые не изображены, но они подразумеваются. Распахнутые райские врата. Райские врата, да, то есть вот они двумя группами идут в рай. С одной стороны идут цари и святители, и церковнослужители, да, а с другой стороны движутся все остальные люди, но включая цариц. Да, вот там они есть, да, с этой стороны. Что касается, вот, какие образцы? Образцов нет, да, я сказала в самом начале, что это одна из первых иконографических композиций, которая была сконструирована именно на Руси, в московской Руси. Поэтому византийских образцов у этого нет, и мы с вами рассматривали как раз те произведения, которые стоят у истоков этой иконографической традиции. Кроме того, нет и как бы текстуальных таких образцов, потому что вот в тексте молитвы Иоанна Дамаскина, который иллюстрирует композиция «Тебе радуется», они не прописаны. То есть там все очень общо, поэтому здесь можно изображать было, да, кого угодно, в каком угодно количестве. Вот художники скомпоновали так, ну, видимо, это, конечно, не они, не художник всегда создает иконографию, а эта иконография создается гораздо более широким кругом людей, в которых есть священнослужители, да, богословы, которые обсуждают вместе с художниками то, что здесь должно быть изображено, да, должно быть представлено, чтобы это не было ересью. Ересью, да, чтобы это не было отступлением от религиозной традиции. Соответственно, да, здесь вот на более поздних иконах, на которых гораздо меньше персонажей, чем здесь, эти персонажи частично подписаны, то есть есть подписи. Вот те персонажи, которые подписаны, да, я их называла, которые мы можем определить по более поздним иконографическим образцам, кто это, да, остальные. Здесь подписи нет на ранних произведениях, поэтому вот мы не знаем, кого конкретно художник сюда поставил, да, вот в эти самые места. Ну, можем провести лишь какие-то параллели вот с конструкцией не всего общества, конечно, а духовной и светской элиты русского общества в московском государстве конца 15-го, начала 16-го века. Ну, идентификация – это всегда проблема. Но я надеюсь, что вы проводили, конечно, сравнительный анализ состава этих групп и на этих вот нескольких иконах, которые вы конкретно рассматривали и сопоставляли это с другими какими-то групповыми иконами, да? Да, да, но эта вот оригинальная композиция, она вот… Состав везде разный, да, получается? Да, она очень плохо сопоставляется вот с другими многолюдными композициями этого же времени, с тем же Покровом, да, Богородицы. Там совсем другие персонажи представлены. Спасибо большое, Людмила Борисовна. У нас еще есть вопрос от Ирины Петровны Кулаковой. Пожалуйста, Ирина Петровна. Ирина Петровна. Ну, простите, ради бога, извините. Да, спасибо большое, очень интересный доклад, и мне кажется, выводы, мне кажется, очень достоверным, доказательный ряд. Я хотела сказать о некоторых аналогах. Ну, во-первых, есть икона Боголюбской Богоматери, тоже связанная с явлением жителей Москвы, и эта иконография более поздняя, но, в принципе, здесь очень много сходных интенций показать уже реальных жителей во главе с московскими чудотворцами и так далее. То есть, на ваш взгляд, это развитие вот этой тематики. И второе, не исследовали ли вы пелену Елены Волошанки, которая относится к 1498 году. Там ведь представлен выход из Успенского собора семейства Ивана Третьего в окружении и семьи, и священства, и так далее. Это, в общем-то, очень похожая композиция, считается одним из первых групповых, так сказать, в кавычках, портретов реальных людей. И там, между прочим, представлены как миряне в нимбах, так и без нимбов. Вот не смотрели ли вы это изображение? Спасибо за прекрасные вопросы. Я смотрела пелену Елены Волошанки, но я ее сознательно не стала включать в этот доклад, потому что иначе он затянулся надолго. Естественно, там можно провести какие-то параллели. Я в статье этому делю внимание. Просто вот здесь временные рамки нас удерживают. И что касается Боголюбской Богоматери, то я думаю, что да, если это не развитие того же, то, по крайней мере, это какой-то параллельный процесс. Вероятно, были какие-то и другие образцы, которые до нас не дошли, потому что иначе на Стоглавом соборе 1551 года не было бы отдельного вопроса. Один из 100 вопросов был вопрос о том, достоит ли изображать живых людей на иконах. Вероятно, это была уже какая-то такая заметная, очень важная тенденция, и нужно было решить, согласуется это с традицией церковной или нет. И нужно было церковное постановление, чтобы не было сумятицы в сознании, в умах, чтобы этим иконам можно было поклоняться. Спасибо. 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 Так, кажется, у нас вопрос...